Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюаш Вод и с вами я, Юрий Гемельфар. Прежде всего я вынужден обратиться к своим зрителям с настоятельной просьбой убрать от экранов несовершеннолетних детей. Потому что тема такова. Дело в том, что вот как утверждает Вячеслав Вячеславович Мальцев, революция в России назначена на 5-11 2017 года. При всем уважении вынужден с Вячеславом Вячеславовичем не согласиться. Революция уже произошла. И произошла она в селе Кратузское Красноярского края. Дело в следующем. Там местные жители застали настоятеля церкви вдвоем с прихожанами. Ну вы спросите, ну и что? Ну может он исповедовался? Очень может быть, но видимо он исповедовался так, как это было описано в бессмертном Декамероне, Джованни Бокаччо, ибо там имела место сексуальная связь противоестественным способом. В результате чего весь поселок, мягко говоря, встал на уши и, так сказать, было нехорошо. Так вот, у меня в этой связи имеются некоторые вопросы. Вопрос первый. Отчего возмутились жители? От того, что в гомосексуальной связи был замешан священник? Или от того, что его партнер был чиновник? Или от того, что гомосексуальная связь была в храме? Или что вообще? Даже не знаю. Это было. Тут точность нужна. И у меня большие претензии к господам журналистам, ибо никто не разъяснил, за что их били, и, кстати говоря, не указано, как именно их били. Я жажду подробностей. Но второй вопрос у меня вот какой. Сегодня, ну, предыдущий ролик, те, кто следит за моим каналом, видели, что я разместил информацию о призывах господин Чаплина. Протеерея. Не того Чаплина, которого вы подумали, не великого артиста, а протеерея. Всеволода Анатольевича. Дело в том, что тот говорил, что в России будет очень нехорошо, если допустят фильм Матильда. Не знаю, я посмотрю фильм Матильда и сделаю свои выводы. Но у меня вот вопрос такой. Скажите, господа из РПЦ, вот нелогичнее ли было бы поменять местами порядок действий? Я имею ввиду следующее, что в начале вы разберетесь со своей епархией, со всеми вашими священнослужителями, которые осуществляют койтус, так сказать, в неподобающем для этого действия мести. А потом уже будете указывать тем, кто, в общем-то, тут не при делах, не только в плане гомосексуализма, а в плане, так сказать, вообще отношение к вашей епархии, в том, что вы не будете нам указывать, какие нам фильмы смотреть, какие спектакли нам смотреть, на какие выставки ходить. Вот не кажется ли вам, что логичнее сначала разобраться у себя в доме, чем указывать остальным? Как говорится, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя кума обратиться? Это было бы логичнее, господа, намного логичнее. Всего вам доброго. Не вступайте в гомосексуальную связь в храме, ибо надо уважать чувства верующих, даже такие. Подписывайтесь на канал Ньюашвот. До встречи.